Данное видео, вторая часть будет продолжение о коллекции доктора Явьера Кабрера. В первой части, которая заняла 1 час 10 минут, там было, ну я точно не знаю конечно сколько фото, но как минимум, это все объем был два с половиной гигабайта, это очень много и как бы я не мог все фото поместить в первую часть, поэтому пришлось сделать вторую часть. Также я хочу добавить, что вот для некоторых скептиков, мол они уверяют, это все подделка абсолютная была создана, мол во время Явьера Кабрера и в основном одним крестьянином. Но дело в том, что я прочитал в википедии, что еще до Явьеры Кабрера его отец, начал собирать эти камни в 30-х годах, и им было собрано около 300 камней. То есть уже вопрос, опять-таки всем, кто говорят, что абсолютно вся коллекция подделка. Дело в том, что даже в официальной википедии написано, что около 300 камней было собрано еще в 30-х годах, задолго до появления этого крестьянина-фальсификатора и других фальсифицируемых изделий. Уже было собрано 300 камней. Правда, неизвестно, какие именно из этой коллекции об этом только знают, наверное, хранители этой коллекции. Но в любом случае вопрос о том, подделка или нет, стоит под большим вопросом. И неизвестно, вся коллекция подделка или только какая-то часть. Но опять-таки от себя добавлю, что разумеется, какая-то часть камней подделка. Тут нет ни те, ни сомнений. И официально тоже как бы доказано, что действительно часть камней является подделкой. И еще хочу немножко добавить просто от себя. Что я думаю по этому поводу? Ну, если бы люди жили во времена динозавров, то мы бы находили кости динозавров в перемешку с костьми людьми. Ну, мне об этом, конечно, разумеется, неизвестно. Но если какой-то из археологов находил такое, то... Ну, пусть опубликуют информацию. Пока таких данных нет, и... Ну, об этом пока ничего не известно. Я могу сказать только одно. Если бы люди жили вместе с динозаврами, то на больших глубинах, например, вот Юрский период датируют... Ну, ориентировочная глубина, вот, например, я не знаю, как в других странах, вот в той области, где я живу, слой Юрского периода датируется глубиной примерно 300 метров, 270 метров. Вот такая глубина, 330 метров. То есть, на этой глубине должны быть кости динозавров, и если бы люди жили в тот период, или, по крайней мере, существа похожи на людей, то кости динозавров были бы перемешку с костьми вот этих существ. С черепами, там, со скелетами. Вот, что я могу сказать. Если бы такое было... Хотя, с другой стороны, иногда вот находят какие-то следы каких-то гигантских... Ну... Хотя официальная наука говорит, что это игра природы, ну... Все-таки нет дыма без омня. А может и не игра. Кто его знает? Они что, сами не знают? Они сами, честно говоря, ну, по крайней мере, толком не знают. Следы иногда гигантских людей находят, и только неизвестно, подделка они, фальсификация, или они настоящие, или это причудливая игра природы, но следы находят. И я сам делал видео по этим следам, и их... Ну, на вскидку можно сказать, что уже около 50 этих следов. Если вот так хорошо проверить всю планету, то не менее 50 следов. Некоторые из них гигантские, до полтора метра в длину. Есть даже и больше. Ну, я еще больше, конечно, еще больше скептически отношусь. Но теоретически, вот, например, след в метр, ну, теоретически такое бы могло быть. Ну, опять-таки, от себя добавлю, разумеется же, конечно же, они не люди. И там все должно быть другое, другое ДНК, и все абсолютно другое. И они, разумеется, не люди от слова общие. Хотя, ну, гуманоидной формы тела. И я сомневаюсь, что у них человеческие лица тоже, скорее всего, что нет. Если эти следы настоящие, они, может быть, тоже, ну, как говорит официальная наука, игра природы. Ну, в любом случае, конечно, ну, правда, толком непонятно, все-таки правда это или нет. Конечно, если бы у нас была машина времени, мы могли бы в одну секунду дать ответы на все вопросы. Коллекция доктора Евеера Кабрера правда или это все абсолютно камни подделка. Ну, в любом случае, конечно, интересная коллекция. Ну, кто его знает, фальсификация или нет, кто его знает. Если это фальсификация, то, разумеется, это будет на совести тех, кто ее создал. И надеемся, что они когда-нибудь понесут заслуженное наказание за их сознательный обман. За то, что они обманули всех людей. Если это фальсификация. Также в видео я выложу информацию из Википедии, что написано в Википедии. Ну, полуофициальный ресурс по этому поводу. Всем советую посмотреть вторую часть этого видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!